Кристина Порфирьева О специалистах медицинских учреждений Ульяновской области Об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона О передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным Все это в спецпроекте «Спасая жизни» 30-летний врач-нейрохирург Артем Салин синтез, казалось бы, несочетаемых вещей молодости и опыта Несмотря на свой небольшой стаж работы в детской областной клинической больнице, ему уже есть чем гордиться На его счету и спасенная жизнь нашей героини Кристины В августе 2016 года девочку привезли в это медучреждение в критическом состоянии Артем Вячеславович, с каким тогда диагнозом поступила к вам юная пациентка? В августе 2016 года Кристина поступила в нашу больницу после страшной аварии С диагнозом ушиб главного мозга тяжелой степени В точке диагностирована была оболоченная гематома, то есть гематома в полости черепа большого объема Которую нельзя было оставлять, иначе был бы смертельный исход Поэтому в данном случае операция заключается в трепанации черепа То есть формировании костного окна и удалении этого самого гематома Чтобы брать с давления структуру головного мозга Любая операция на головном мозге, она нелегкие, они непростые Ну, каждая своя степень Если это поверхностные структуры, конечно, это проще, чем глубинные структуры головного мозга То есть там, внутри В плане данной травмы, как правило, такие гематомы протекают очень быстро и очень нехорошо Если вовремя не убрать эту гематому, то вероятность летального исхода очень высокая Артем признается, что любит свою работу всем сердцем и скромно реагирует на похвалу в свой адрес Считает, что помочь, вылечить и сохранить жизнь человеку – обязанность любого доктора Я первый врач в семье Наверное, мама как-то настроена Мне кажется, что в ее старании ушел в эту специальность Авария разделила жизнь Кристины на до и после Но самое главное, что эта жизнь была спасена Девочка вместе с мамой, младшей сестрой и годовалым братом проживают в Чердоклинском районе Сейчас наша героиня входит в русло обычной жизни И всячески пытается забыть хронологию тех дней, скрываясь от прицела видеокамеры О событиях доугодичной давности неохотно вспоминает и ее мама Страшная авария оставила неприятный отпечаток в жизни семьи Они с мальчиком ехали, днем это было И на мопеде, и не справились Ну, мальчик, видимо, превысил скорость И мало того, он это правило не соблюдал Только еще и это Ехал на большой скорости И они там, как КамАЗ там, по-моему, поворачивали Они прямо в него выехали И у меня прямо истерика была Я до сих пор, у меня слезы на глазах Я еще беременна была в тот момент, на пятом месяце Даже словами передать Скорая приехала на место аварии незамедлительно Ребята определили сначала в местную больницу Затем Кристину перевели в Ульяновск Привезли Там подготовили к операции Там все по-быстрому и побрили Все наголо И четыре часа операция шла Оперировала Артема? Да, Сальна Артема, очень хороший врач Мама трех детей часто пересматривает детские фотографии И невольно задумывается о том, что в один момент могла потерять старшую дочь навсегда Все церкви обошла, каждый день наша церковь ходила Даже когда ее оперировали На 12 сентября церковь доехала Вот свечек стоит Ежегодно в детскую областную клиническую больницу попадает порядка 60 детей Которые получили травму в результате ДТП Из-за разряда печальной статистику выводит нелегкий А порой и неблагодарный труд врачей Ведь в их специальности на счету каждая секунда А как известно, за это время можно успеть спасти чью-то жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok